Да что, эти маркетплейсы себе позволяют, какой это еще чебурашка! И столько всякой дичи сегодня увидим. Привет, дружочки-пирожочки, это товарищ Сафронов, и сегодня продолжение обзора игрушек странных чебурашек с маркетплейсов. И я думал, что все закончилось после шумихи. И вообще, тема с фейковыми ужасными чебурашками на маркетплейсах. Все кричали, шумели, и думаете, они куда-то пропали? Нет, я сегодня вам покажу не меньше дичи, но будет и много просто странного. Однако и будет и хорошее, так что смотрим. Начнем с того, что никуда не делись и ужасные чебурашки, которые выглядят просто отвратительно. И те самые уродцы продаются в огромном количестве за, там, полторы-две тысячи рублей. Но этих уродцев стало не только меньше, появился еще больше вариантов. Например, вот такой вот мутант, у которого вообще лицо отличается по цвету от его пуза. А тут они решили добавить ему брутальности и сделали лучшего друга, мохнатым более. Или он может наблюдать за вами из-за угла качества в деталях. Понятно, что они хотели показать, что его можно стирать, но это жутко выглядит повешенный за уши на вешалку чебурашка на прищепках. Жестокость. Звенящая жестокость. Но тут мы видим на этой фотке, ему просто даже стало стыдно, и он отвернулся. Еще одна жертва генной инженерии китайских подвальных продукций. И эта чебурашка очень странная, его перекосило всего. Он, понимаете, даже на рекламных фотке весь перекошенный. Какой же он будет в жизни, насколько ужасен. Эээ, я не понял. Это что? Это что? Я боюсь даже представить, что это. Что это? Он еще, походу, и полысел. То есть, видите, у него был волосяной покров, но у этого слева нету волос никаких. А, боже, это какой-то больной чебурашка. Все понятно. Больной чебурашка, так и назовите игрушку. Ладно, просто от крепоты, которые друг на друга похожи, немножко отдохнем. Посмотрим просто что-то необычное, неординарное, оригинальное, иногда странное. Что вообще есть по теме чебурашек, да? Что вообще можно найти и встретить. Например, чебурашка елочная игрушка. Смотрите, какая тема. Ну, возможно, же ручная работа. Вот такой вот на елочку чебурашка. Или вот, ну, я, конечно, уважаю творчество любое и люблю людей, которые делают что-то своими руками. Ну, тут как будто его пчелы покусали. А как вам такое обучающие палочки для еды в виде чебурашки? То есть, так прямо написано, в виде чебурашки. Ну, и мы видим. Это обучающие палочки. Вам нужно обучаться. Еще с детства Новый год считал очень странным такой подарок. Знаете, вкусный подарок. Но при этом тебе нужно у кого-то что-то отгрызть. Например, голову у Дина Мороза. Или уши у чебурашки. Первым делом же, ну, что вы думаете, будет отгрызать дети? Да и вообще. У чебурашки уши отгрызать. Шоколадный чебурашка. Сожри чебурашку. Я очень надеюсь, что на меня не обижаются творцы, которые делают эти вещи. И выставляют их на Озон, Вайлдбресс и везде. Но! Специально показываю, что это не я придумал. Они сами это называют чебурашкой. Ну, то есть, понимаете? Чебурашка. Ну, типа, все, что с ушами, теперь у нас чебурашка. Он, опять же, милый. Я ничего не могу сказать. Ну, потому что вязанный. Но он настолько не похож на персонажа. Кроме того, что у него есть уши. А еще он немного грозно смотрит на нас. Типа такой, ты что, критикуешь творчество? Ладно, я не критикую творчество. Я критикую, что на маркетплейсах все называют чебурашкой. Буквально все. И вот этого чувака, это тоже написано, что это чебурашка. Вам не видно? Но это чебурашка. Во, я, чтобы пруфануть, специально подвинусь. Смотрите, меня почти здесь нет. Я еле умещаюсь. Мне нужно худеть. Ну, вообще нужно. Но в целом. Это чебурашка. Это, типа, тоже чебурашка. Нет, это не чебурашка. Это не чебурашка. Это стич. У вас даже на картинке написано, что это стич. Почему вы называете его чебурашкой? Потому что у него есть уши. Чуваки, у меня тоже есть уши. Я тоже чебурашка. Можно я буду такой же популярный и такой же богатый теперь, как чебурашка? Потому что у меня есть уши. У вас тоже есть уши. Вы тоже чебурашки. Если что, мы все чебу... Мы живем в мире чебурашки. Мы просто чебурахнулись все. Так, выпустите меня отсюда. О, другое дело. Спасибо. В прошлый раз у нас был гжель чебурашка. В этот раз у нас стеклянная чебурашка. Просто ужасная. Ну, я знаю, бабушки, тетушки, очень многие любят собирать такие в сервантик, в коллекцию. Я думаю, что если такую поставить, скажут, какая милота, какой милый чебурашка. В коллекцию туда к лягушечкам. Чебурашка стал настолько популярным, что вы даже можете награду, приз. Кубок имени чебурашки. Знаете, есть кубок огня, кубок чемпионов. Кубок чебурашки. Вот он, существует в реальной жизни. За добрые дела еще можно их получить. Я не знаю. Ой, мне что-то такие никто не дарит. Ну, хотя бы лайк тогда. Ладно, мне не нужен кубок. Я согласен. На медаль... Ой, на лайк. Достаточно. Так, это серьезнее. Чебурашка здесь вообще без шуток. Это чебурашка-качок, во-первых. Он на стероидах, на протеинах такой, знаете. Чебурашка подкачался. Он попал не гения, а в качалку. Творчество, оно такое. Иногда непонятно. Это ты не умеешь так делать? Или ты так сделал специально, что это так выглядит странно? Тут, короче, очень странная картина. Тут Гена и очень подозрительный чебурашка. И очень подозрительный Гена. Чебурашка смотрит на него такой, а ты точно Гена? А Гена на него смотрит такой, а ты точно Чебурашка? Они смотрят друг на друга и такие, что-то тут не то. Кто-то тут в пальто. На самом деле мы видим надпись, что это магический камень Селенид. Я даже не знаю такого. Но магия в них Хогвартса запрещена, так что вы аккуратнее с этим. Вы не особо-то там на Селенид не налегайте. Поосторожнее с Селенидом. Потому что... О, мне больше вот эти вот упорюхи нравятся. Не знаю, они... Они почему-то милые. Странные, как будто ребенок делал, но... Выглядит мило. Или вот еще это продают, понимаете. Возможно, тоже делал ребенок. Это поделку какую-то. Я не знаю про этих чуваков, этого продавца. С любовью. Чебурашка из дерева. Но ощущение, что тут действительно ребенок на курсы по резьбе, по дереву ходил. Фигурка для девочки. Подарок для девочки. А почему для девочки? Я тоже хочу, чтобы ко мне пришел Чебурашка с цветами. Сейчас я вам покажу то, что вызывает у меня очень странные эмоции. И я объясню, почему. Это шеврон на липучке с надписью за Чебурашем и милой Чебурашкой. Это кринжатина. Как по мне, это прям стыдоба. Потому что Чебурашка это персонаж, который про добро, про дружбу, про то, что нужно дружить всех со всеми. Должны все принимать других разных. Все равно главное друзья. Неважно, как ты выглядишь, кто ты, что ты. Ты можешь быть совсем разный, не такой, не похожий. Это про дружбу. И вот это вот все переворачивает. Мы вас за Чебурашем, от Чебурашем, при Чебурашем, вы Чебурашем. Не знаю еще, что придумать можно, но это прям очень плохо звучит. Просто плохо звучит. Мне не нравится. Не знаю, напишите свое мнение в комментариях, как вам такое вот перечебурашивание Чебурашки. Ну ладно, давайте немножечко еще веселье. Смотрите. Янтарный Чебурашка. Туда же в коллекцию. Гжель. У нас стеклянный Чебурашка. И янтарный Чебурашка, который обожрался апельсинов, по всей видимости. Он премиум качества. Я не могу. Посмотрите. Янтарь. Чебурашка. Из золота с янтарем. Вот это роскошь у меня будет. Вот это украшение. 8 марта. Девчонкам всем дарите Чебурашку из золота и янтаря. А теперь, внимание, опасность. Никогда не просите вашу бабушку купить вам Чебурашку. Потому что не то, что она могла там мультик уже позабыть. И не по новому фильму, а по старому. А может быть вообще вот так. Патиссон. Чебурашка. Семена Патисона. Чебурашки. Патиссон. Или Патиссон. Роберт. Нет. Патиссон. Ребенок просит Чебурашку. А, Патиссон. Сейчас я ему закажу. Может быть у вас не будет хорошего Чебурашка. Зато у вас будут отличные Патиссоны. Оу. Еще творчество. А у вас может быть лакшери Чебурашка из драгоценных камней. Ну, миленький, кстати. Миленький. В основном это детская история. Для детей сделали. Ладно. Хотя бы не золото, бриллианты. Окей. Надеюсь, вы смотрели прошлый выпуск, в котором был Чебурашка-мешок, на лицо которого можно было сесть буквально. Эти ребята, конечно, не переплюнут. Тот выпуск посмотрите обязательно. Это невероятное что-то. Мини-диванчик. Так еще нравится. Диванчик. Мини-диванчик Чебурашка. Мэйден Беларусь. Кстати, привет, Беларусь. По статистике, там тоже смотрят канал. И если вы тоже, как и этот мини-диванчик, не в смысле такие же, а в смысле вы Мэйден Беларусь, то поставьте лайк и напишите в комментарии. Вам привет всем. Все, ладно. С творчеством народным я отказываюсь. Молодцы. Все молодцы. Красиво. Замечательно. Чебурашки у вас просто. Конфетки. Очень милые, классные. Чебурашки. Замечательные рукодельники. Ой. Красота. Да и ту красота. Или вот брошка Чебурашка. Господи, сколько же всего делают, а? Ладно, пока мы не дошли до корня зла этого выпуска. Самая дикая дичь по Чебурашке, которую я видел. Я даже хочу ее, наверное, себе в коллекцию. Обязательно поставьте лайк, когда мы дойдем до этого. Но вначале еще покажу несколько Чебурашек. И в том числе милых. Там они тоже на маркетплейсах появились, кстати. Например, вот такой милый Чебурашка. Похож на оригинального даже не из фильма, а вот из мультфильма. Или вот такой вот, очень похожий на Алиэкспрессе. Видимо, кто-то их подзаказал, и они стали появляться. Тоже милаха, кстати, вообще прям замечательный. Есть и оригинальная продукция. Это, видите, Свитбокс, Чебурашка. Так, Свитбокс, пожалуйста. Зашлите на обзорчик по вашу коробочку с вашими Свитбоксами. Уже у всех игрушечных обзорчиков блогеров это есть. У меня нет, что за дела. Свитбокс, алло, напишите. Жду. И ладно, это тоже оригинальная продукция. Гена здесь странный, Чебурашка нормальный. Но картинка, как будто они говорят. Мы видели все в этой жизни. Чебурашка и Гена меряются размерами. Чебурашка такой, 5 сантиметров. Гена, 8 сантиметров. Давайте представим, что этой шутки не было в этом выпуске. Ну, просто представим. Все, забыли. Еще одно творчество, которое пытается меня запутать. Это вот этот чувачок с похожим на блинчик и лицом. Или вот этот, Чебурашка. Или вот этот. Какой у вас Чебурашка продается? Я уже довольно давно делился этим изображением с подписчиками Телеграм-канала. Поэтому подписывайтесь, чтобы раньше получать какие-то спойлеры и какие-то интересные картиночки. Подписывайтесь. Мой Телеграм-канал, ссылка в описании. Но это Чебурашка, которого я считаю, надо отменить. Ну, знаете, есть любители все отменять. Все, что радужное или похоже на радугу. Неважно. И под косу идет все. И у нас появился такой вот Чебурашка. Такой вот радужный Чебурашка. Он милый, конечно. Он даже забавный. Он похож на оригинального Чебурашку. Но что-то тут не так. Не зря они тут кто-то отговорили. А почему Гену Чебурашка называют мамой? А почему какой-то артист один? А почему называют мамой? А это он же не мама. Он же... Это... Что это вообще за тела такие? Почему мама, а? И не показывайте ему это видео с этим Чебурашкой. Ни в коем случае, пожалуйста. Мне кажется, человека надо поберечь. Ему будет очень плохо. Или он, наоборот, скажет. Вот, видели? Вот, 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 вот. Все, все. О, я был прав. Так, я надеюсь, детишки уже не досмотрели. А если смотрели, то дальше рубрика не для вас. Потому что дальше будут жуткие и странные, и непонятные вещи, творящиеся с Чебурашкой. Так что это только для взрослых аудиторий. Потому что не все поймут, не многие оценят. Например, тапочки Чебурашка. Чебурашка с таким лицом, как будто он понимает, что у него пихают ноги. А тут две Чебурашки. Со всей... По всей видимости, они не выжили. Ну, взяли, поймали и, знаете, ну, там, делают шкура медведя, там, чучело лося, тапочки Чебурашки. Вот мне такое напоминает, когда делают что-то вроде этого. И вы знаете, мои догадки весьма близки, потому что я опять наткнулся на шубу под названием Чебурашка. Вот. Да, конечно, фотка не очень, но женщина в шубе под названием Чебурашка. Слушайте, купите ей какую-нибудь еще одежду, у нее только одна шуба, можно ей там что-то еще. Вот, видите, показано, что это шуба, сделанная из кожи белого Чебурашки. А вот и другое объявление, которое нас еще больше приближает к моей теории, что все-таки Чебурашки существуют, и из них делают одежду. Мех искусственный. И видите, тут прямо на изображении Чебурашка. Чебурашка. Это мех из Чебурашки. А искусственный, потому что как бы их не существует, Чебурашек. Их как бы нет, но они же не существуют нигде, и они поэтому искусственные Чебурашки. Ужас какой. Ну и вот подтверждение. Это шкура Чебурашки на манекене. То есть это буквально костюмы шкуры Чебурашки. Короче, все. Есть теория о том, что существует браконьерский вылов Чебурашек. Пожалуйста, обратите на это внимание. На самом деле, столько всякой дичи еще, которую я могу вам показать. Например, глазастик Чебурашка. То есть, понимаете, не только нейросети не знают, что это Чебурашка, а просто вот, ну, неважно, обезьяна какая-то Чебурашка. Еще огромное количество творчества, странных персонажей с ушами. Это тоже Чебурашка. Чебурашка, которая вроде выглядит мило, но, например, он с хвостом. А еще, помимо своей бабушки, не просите и батю купить Чебурашку, потому что он, возможно, грузики тогда купит. Такой, о, точно, идем с дочкой или сыночком на рыбалку. Наконец-то он попросил нормальное что-то. Не игрушки какие-то свои мягкие, а средства для влова рыб. О, нормально. Сначала поохотимся на Чебурашку, потом рыбку половим. Но безумие с Чебурашками достигает своего пика вот сейчас. Танцующий Чебурашка-глист из горшка. Он танцует, он извивается, их огромное количество. Он, возможно, еще поет какие-то песни. Он очень плохо вырезан, что это... А это опять... О, боже, что происходит с этим миром? Почему? Не надо. Остановитесь. Хватит. Нет, нет. Хотя такого дичь в Чебурашку я бы хотел даже себе на обзор. И я, конечно, люблю ваши лайки и вашу поддержку на видео с Чебурашкой. И, возможно, вы здесь тоже поддержите, поставите. Но я должен закрыть эту тему после того, как я увидел следующую игрушку. Ну, на сегодня так точно. Я видел Чебурашку из преисподней. Я смотрел в бездну, и бездна смотрела в меня. И это было прошлое. Это Чебурашка из Советского Союза. И настолько жуткого Чебурашку. Я не видел ни на одном китайском рынке. Ни на одном каком-то маркетплейсе. Вот он. Ну, на маркетплейсе, конечно, но... Знакомьтесь. Я просто даже не знаю, что сказать. Нам еще фоткают тут какой-то значок. И он может поворачивать голову и смотреть на вас. И у него есть цветочек. И у него есть... Кармашек? Что он носит в этом кармашке? Что ты такое? Я очень сильно надеюсь, что вы не поддержите этот ролик лайками так сильно, как предыдущий. И мне не нужно будет возвращаться на поиски дичь игрушек по картинкам, потому что эти образы остаются у меня в голове. Но, надеюсь, вы меня просто хотя бы поддержите. Мое психическое состояние, когда мне приходится искать это все, делиться с вами, как-то немножечко вместе с этим справляться немножечко, да? Полегче, мне кажется. Спасибо вам. Мне нужно это переварить все пока. А то оно переварит меня. Удачи. Продолжение следует...